Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я, Святослав Савенков, рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Ленцовское телевидение, делаем совместно с общественниками, вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы вместе стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про благотворительные акции, которые организовывала общественная палата нашего района в 2015 году. В наших гостях сегодня Елена Викторовна Грибкова, председатель комиссии по культуре, спорту и туризму. Здравствуйте. Добрый вечер. А также Светлана Юрьевна Исаева, заместитель председателя комиссии, которая занимается целым рядом важных вопросов здравоохранением, социальной политикой, трудовыми отношениями, качеством жизни населения, развитию добровольческого движения, благотворительности и волонтерству. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, сегодня у нас первый, в общем-то, эфир в этом году на улице Метель. Но, тем не менее, я так понимаю, что общественная палата принесла немало теплого для наших каких-то социально незащищенных слоев населения и так далее. Словом благотворительности, общественная палата у нас, насколько я понимаю, тоже занимается. И, наверное, как зампредседателя вашей комиссии, которая именно благотворительность включила в свое название, именно к вам первый вопрос. Что делали в 2015 году? Что вообще получилось? Ну, мне бы хотелось поблагодарить за то, что пригласили. И я хочу сказать о том, что, безусловно, год этот был очень насыщенный. И вы абсолютно правильно заметили, что наша комиссия не только по здравоохранению и социальной политике, что очень важно, и у нас очень много обращений, и мы стараемся всегда их решать. Но и благотворительность. Поэтому, когда возникают вопросы по обращениям, которые невозможно решить, ни со здравоохранением, ни соцзащитой, не потому что они не хотят, а потому что есть вещи, которые не входят в ОМС. Это, например, реабилитация взрослых детей, инвалидов, неважно, пенсионеров. Это лекарства, которые не входят в квоту. Это процедуры эго-мониторинга для детей, которые тоже родители. И у нас были такие обращения. Поэтому, как поступать в этой ситуации? Любому человеку. Или ребенку, который хочет помочь. Или инвалиду взрослому, просто больному человеку. Он должен заплатить эти деньги сам. Или есть еще выход. Это помогают некоммерческие организации, благотворительные фонды. Это помогают благотворители. И поэтому за этот год у нас было очень много обращений. И когда возникал вопрос о том, что нужно найти такую некоммерческую организацию или благотворителя, мы всегда старались это делать. У нас очень хорошая комиссия, очень много экспертов, которые являются благотворителями. У нас прекрасные эксперты, которых мне бы хотелось даже некоторых озвучить. Прошу, конечно. Будьте добры. Это Котович Надежда Николаевна. Я желаю ей выздоровления после операции. Она очень много-много делает. Это Ферага Ирина. Это Седлова Людмила Сергеевна. Это многие-многие. Лариса Александровна, наш председатель, которая очень много тоже делает. И это очень важно. Мне бы хотелось сказать, что помощь, конечно, мы стараемся оказать. И вот сегодня даже такой маленький пример. Мы же все в жизни. И все должно быть по-настоящему. Обращаются иногда мы сотрудничаем с больницами, с детскими. Если какое-то обращение есть, мы всегда... Сегодня такой пример. Родился ребенок у нас в роддоме. Совершенно маленькая девочка. Килограмм 450 грамм. И там как раз та ситуация, когда наш роддом сделал все возможное. Но нужен перинатальный центр. И сегодня мы эту маленькую крошечку отправили в прекрасный перинатальный центр, где наши благотворители, я еще раз подчеркиваю, некоторые из них эксперты нашей комиссии, тоже поучаствуют в том, что все было хорошо, и девочка выздоровела. Ну, при всем при этом, я так понимаю, что ваша комиссия занимается и организацией, и участвует в организованных другими какими-то службами, учреждениями и так далее, массовых мероприятиях. Расскажите поподробнее, о чем вы делаете. Да, конечно. Мне бы хотелось напомнить, значит, и рассказать, такая была благотворительная акция вот в этом году, арт-терапия. И инициатором этой благотворительной акции была наш председатель Сизикова Лариса Александровна. Это в реабилитационном центре, в Перхушкове, был организован марафон, аукцион благотворительный. Причем организован для ребенка нашего, Саденцовского района, чтобы ему помочь в лечении. Арт-терапия – это когда люди, которые там лечатся, перенесшие инсульт, какие-то там серьезные заболевания, они делают поделки. И вот эти поделки продавались. И когда их продали, эти поделки, то деньги были перечислены на ребенка. Поэтому это замечательная акция. Она такая адресная и очень нужная. И очень большое спасибо хотелось бы сказать нашей комиссии и, конечно, Ларисе Александровне. Также мне бы хотелось отметить удивительный проект. Я уже рассказывала о нем. Это «Лыжи мечты». Мне бы хотелось сказать, как это связано с нашей комиссией. В прошлом году в Общественной палате Московской области было заседание. Именно там мы познакомились с этим проектом. Это проект Натальи и Сергея Белоголовцевых. Это лыжи, горные лыжи, со специальным оборудованием для детей, особенных детей. Для детей синдрома Дауна, для детей ДЦП. И там невероятные результаты. Некоторые детки начинают говорить. Некоторые детки... Проект, конечно, Российской Федерации сейчас. Этот проект поддержал губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Этот проект поддержал уполномоченный Оксана Викторовна Пушкина. Тогда мы познакомились. И мне тогда подумалось, почему бы ему не быть в нашем Одинцовском районе. И в прошлом году этот проект был уже пилотным. Благотворительный фонд закупил оборудование. Благотворители нам помогли. Детки откатались. И, вы знаете, была мечта. Ну, было бы вообще идеально, чтобы эта гора была в Одинцовском районе. И я хочу сказать всем, и вам, и телезрителям о том, что эта мечта сбылась, у нас на лыжне имени Ларисы Лазотиной будет эта гора для таких детей. Это очень... Чудесная новость. Только чуть-чуть можно ли поподробнее, как этот проект вообще выглядит с детками, я так понимаю, занимаются профессионалы на месте. Да, вот очень... То есть это что-то вроде специальной секции, да, или это все-таки какая-то разная акция? Нет, нет, это не акция. Это методика, огромный проект для детей и специальной оборудования. Дети даже, которые не ходят, а даже сидят, или могут только встать. Одевается специальное оборудование, которое мы закупили. Причем уже сейчас с Натальей мы договорились, мы передали это оборудование в Крылатское, да, в аренду. И наши дети в этом году тоже будут кататься бесплатно. Что касается самого этого проекта, он, конечно, стал достаточно масштабный. Его поддерживает Минздрав сейчас, Российской Федерации. И я считаю, что это, конечно, уникальная вещь, и детям она будет очень нужна. Потому что, понимаете, медикаменты, лекарства, операции, это, конечно, нужно. Есть вид, когда нельзя от этого отказаться. Но вот это, что происходит на этой горе, да, трудно. Вот вы представляете, ребенок, которому не умеет ходить, не может ходить, и он едет на горе, он начинает говорить, он начинает лучше двигаться. Поэтому я считаю, что это огромная удача, что наши детки, такие особенные дети в Одинцовском районе, а у нас много таких детей, у нас будет, собственно, гора близкой. Потому что сейчас мы в Крылатской, конечно, будем транспортировать. Далековато. Ну, транспорт, пока далековато. Уважаемые телезрители, я напоминаю, сегодня мы говорим о благотворительности, благотворительных акциях, которые Общественная палата нашего района устраивала за 2015 год. Если у вас имеются какие-либо вопросы, наш телефон 508-86-84. Звоните в прямой эфир, задавайте свои вопросы, оставляйте пожелания. Давайте продолжим нашу беседу. Какие еще акции у нас имеются? Да, мне бы хотелось... Можно я вот прям... Прошу, конечно, конечно. Значит, у меня просто было очень много, но вот в прошлом году был День города, да, великолепный День города у нас в районе проходил. И наша комиссия тоже организовала благотворительный аукцион, поделки делали своими руками. И наши члены комиссии, и эксперты. И эти поделки мы продавали. И самое интересное, что это все было сделано для Машеньки, для нашей девочки, Одинцовской девочки, у которой было очень сложное онкологическое заболевание. Сейчас сделаны операции, прошли все химии. Все очень хорошо. Сейчас я говорю к тому, что мне хотелось бы сказать огромное спасибо всем нашим членам и экспертам вот за такую поддержку, именно не просто, а организацию и участие. Поэтому вот у нас еще много чего было. Но мне бы хотелось Елене передать, да, она расскажет тоже. Хорошо. Да, конечно, комиссия по здравоохранению очень большую работу проводит, благотворительную в нашей общественной палате. Но мне бы хотелось сегодня рассказать о значимых, очень важных благотворительных мероприятиях, которые были организованы общественной палатой, ну, совместно со всеми комиссиями. Вот в конце августа у нас проводился благотворительный шоу-концерт. В сельском поселении Чесцовское для детей-сирот и детей из многодетных малоимущих семей. Праздник назывался «Живи ярко, твари добро». Это мероприятие было очень интересное. Стослав, мы уже как-то освещали его в передаче. Оно проходило под открытым небом на площади возле КСЦ Чесцовское. Были приглашены очень много разных коллективов. И творческие, и благотворительные фонды, и мото-клубы, и патриотические клубы. Очень хорошо помогало нам молодежный парламент. Очень большое спасибо ребятам. Таким зрелищным праздником были охвачены детки-сироты и восемь многодетных малообеспеченных семей. Но в целом у нас получилось около 50 детишек. Благотворительными фондами были подарены подарки детям. Но это, знаете, такая акция благотворительная была как раз перед первым сентября. Для того, чтобы помочь родителям собрать деток в школу. Детки получили комплекты, школьные комплекты, получили подарки книги в твердых переплетах, получили сладкие подарки, получили спортивные подарки. Вы знаете, вот до сих пор у нас продолжается благотворительность после этого праздника. Мы перед Новым годом буквально вывозили несколько семей в аквапарк. Московский аквапарк на отдых. Конечно, малоимущие семьи не могут себе позволить такой роскоши. Это дорогое удовольствие, но очень приятное. И вот после Нового года у нас тоже несколько семей посетят Московский аквапарк. Скажите, а при проведении подобных акций, допустим, акций по помощи малоимущим семьям. Я не говорю конкретно об аквапарке, я говорю в целом о мероприятиях, допустим, каких-то концертных и так далее. Вы работаете всегда с каким-то конкретным списком людей, который у вас имеется? Или вы стараетесь охватывать разные какие-то поселения, части нашего района и так далее? Конечно, мы стараемся работать по всему району. И охватываем мы деток многодетной семьи по всему району. То есть не берем конкретно какое-то поселение, а берем именно, чтобы нам охватить побольше. Вот такие вот мероприятия. И насколько я понимаю, вы ведь работаете, конечно, не только с детьми, если мне не ошибаюсь, не изменяет память. К 9 мая вы также проводили целый ряд мероприятий, связанных с нашими ветеранами. Я считаю, что это было очень важное, одно из самых важных мероприятий в 2015 году. Нашей общественной палатой был проведен концерт и чаепитие для наших уважаемых ветеранов в честь 70-летия Дня Победы. Были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, были приглашены дети войны, узники концлагерей, вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Было много очень народу. Это мероприятие проводилось в зале торжеств КСЦ «Мечта». То есть наши уважаемые ветераны сидели за столиками, пили чай, а мы общественники, перед ними выступали, проводили концерт замечательный. И вы знаете, у нас ведь сейчас имеется возможность посмотреть за тем, как это проходило, все верно, потому что я не просто так вспомнил о данном мероприятии, уважаемые телезрители, уважаемые гости. Наша съемочная группа присутствовала в этот праздничный день в КСЦ «Мечта». Предлагаю увидеть, что же они смогли на месте снять. Подготовкой концерта для везеранов общественники занимались задолго до события. Было принято решение, что не только организация праздника, но и его видение. Концертные номера – все будет сделано силами членов общественной палаты. «Мне кажется порою, что солдаты, словавы и пришедшие полей, И в землю нашу полегли тогда-то, А превратились в белых журавлей». Любое внимание со стороны любой организации очень важно для ветерана. Потому что, на самом деле, там можно подвезти стиральную машинку, занести домой, Которую они пользоваться, может быть, даже не умеют. Запоставить третий холодильник уже за последние три юбилея. А можно пригласить на такой чаепитие, где они попоют, пообщаются. И, на самом деле, для них это гораздо более важно, по моему мнению. За большим столом собрались те, кто ценой собственной жизни Отстоял нашу родину перед лицом врага. Не сломился и не отступил. Ветераны с удовольствием общались друг с другом и с подрастающим поколением. Им было, что рассказать и вспомнить. «Надо просто порадоваться, что общественная палата впервые в районе Организовала такую замечательную встречу с ветераном. Особенно для нас, это для инвалидов, войны и военной службы. Очень важно, та теплота, та обстановка, которая здесь была создана на этой встрече, Она, конечно, способствует лучшему нашему настроению. И надо работать, и все». Ветераны с трудом сдерживали слезы. Каждое слово, каждая песня – все было посвящено в этот день только им. «Пусть счастливыми будут люди, И рух добу, да спудится, и рух добу, да спудится, и рух добу, да спудится, и рух добу, да спудится мир». «У вас, потому что такой дух, который есть в вас, в нашем поколении, мне кажется, его нет. Всего вам самого доброго, мира, мира, чтобы никогда не было войны». Гостей не только угощали, для них приготовили немало подарков от общественной палаты, благотворительного фонда «Лизонька» и косметической линии. И как ответ старшему поколению прозвучали строки стихотворения Андрея Усачева «Что такое День Победы?». «Что такое День Победы?» «Это утренний парад, едут танки и ракеты, маршируется рост солдат». «Что такое День Победы?» «Это праздничный салют, деревья взлетают в небо, рассыпаясь там и тут». «Что такое День Победы?» «Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны, что такое День Победы?» «Это значит нет войны». Ну что же, вот такое интересное, увлекательное, довольно красивое мероприятие прошло у нас в преддверии 70-летия Великой Победы. Елена Викторовна, ну получилось ли, получилось ли и как будет в следующем году уже 71-летие встречать? «И мы считаем, общественники, что это очень важное мероприятие, оно как бы традиционное и будет и в этом году, потому что мы считаем, что мы в неоплаченном долгу перед нашими ветеранами за ту мирную жизнь, в которой мы сегодня живем. И это малая толика, да, неуважения, где мы можем вспомнить о героическом подвиге, о силе духа, о патриотизме, где мы можем выразить слова благодарности, пожелать здоровья, долгих лет жизни нашим уважаемым ветеранам. Поэтому такие мероприятия мы обязательно будем продолжать делать и в Новом году». А по масштабам, вот опять же, мне любопытно, сколько ветеранов смогли все-таки посетить это мероприятие? Светлана Юрьевна, вы не вспомните, вы как раз были? Мне кажется, это было более 100 человек, наверное, к 100. Столики можно добавить, да? Конечно, прошу. Потому что это замечательно. Вот, как Елена сказала, было мероприятие для всех ветеранов Великой Отечественной войны. Но в нашей комиссии есть эксперт Галина Ивановна Попова. Как раз она была председателем, сейчас она вот тоже, ну, тоже в этой организации, председателем этой организации «Дети войны». И наша комиссия для этой организации, только для этой организации, тоже к 70-летию приготовила такой праздник. У нас тоже был прекрасный и концерт, и прекрасное было чаепитие. И что меня больше всего поразило, что прошло уже много времени, да, как бы с этого, но и Галина Ивановна, и люди, которые ей передавали, они очень были радостны, были очень благодарны за этот праздник. А ведь что за внимание, абсолютно, я это прямо взяла. Самое главное — внимание, внимание, которое там было. Поэтому, безусловно, мероприятия, вообще очень много в районе проводилось мероприятий. И я считаю, общественная палата очень достойна, да, очень достойно к этому тоже отнеслись. Поэтому низкий поклон этим людям, и мы, наверное, с вами здесь не разговаривали, да. Это удивительная, конечно, была история. Ну что ж, давайте продолжим нашу беседу. Насколько мне известно, общественная палата является одним из регулярных участников ежеквартальных акций по сдаче крови. Да. Скажите, Лена Викторовна, я, насколько знаю, вы тоже достаточно часто посещаете эти мероприятия. Как сейчас эта традиция сохраняется? Если да, то в каком виде? Да, обязательно ежеквартальные общественники принимают участие в сдаче крови. Вот, и мне хотелось бы сказать о последней. В том году, в 2015-м, в декабрьская сдача крови у нас была очень массовая. Приняли участие более 70 человек, это многое. Вот, мы принимали участие с управлением образования Одинцовского района тоже. И все деньги, что самое главное, все деньги, которые были собраны после сдачи крови, были перечислены на лечение мальчика Жени. Вот, и мы считаем, что это тоже очень важное, благое дело, потому что здесь, получается, мы помогаем в двойном, как бы, размере, да? Мы и сдаем кровь, и помогаем денежными средствами нуждающимся, потому что после каждой сдачи крови у нас денежные средства переходили в благотворительность нуждающимся не только деткам, но даже и взрослым. Вот такие акции будут у нас обязательно продолжаться и в этом году. Уважаемые телезрители, я напоминаю, сегодня мы говорим о благотворительности в Одинцовском районе, о том, какую роль в ней играет общественная палата. Наш телефон 508-86-84. Звоните, задавайте свои вопросы в прямом эфире. Давайте продолжим нашу беседу. Скажите, по поводу, давайте немножко еще поговорим, по поводу акций по сдаче крови. А вот насколько все-таки по-вашему динамика изменяется, да, участие людей в этих акциях? Потому что в общественной палате именно вашего созыва уже не молода, в общем-то, да, она отработала немало времени. А можете ли вы сравнить, как было, да, вот именно по данным акциям и как стало? Ну, Святослав, мне кажется, в таких акциях принимают участие все, кому позволяет здоровье, да? Ну, у нас вот в общественной палате, конечно, откликаются многие. То есть эта акция проходит всегда очень хорошо. Но здесь, видите, вот последняя декабрьская была совместно с управлением образования. Люди откликаются, потому что, конечно, это важно помочь. Поэтому я думаю, что больше и больше будет людей принимать участие. Детки были, да. Дети были, да, тоже. Они были там, рисовали картины. И тут самый момент такой, как мне кажется, это мое мнение, что информационно очень важно доносить это, да, пример. То есть пример взрослых людей. Дети там участвовали, рисовали картины. И девочка, по-моему, даже вот одна рассказывала о том, что она тоже соприкасалась с тем, что лично как-то ей нужна была кровь, да. Нужно понимать о том, что мы можем каждый столкнуться с такой историей, что она понадобится или нам, или нашим близким. И это такая вещь. Этим нужно заниматься. Людям надо об этом говорить, рассказывать, показывать. Ну, может быть, доносить дома. В школу это идеально тоже. Но, наверное, все в семье. В семье это проговаривать нужно. А так, конечно, замечательно. Я считаю, что акция по сдаче крови, она набирает обороты. Потому что это настолько стало масштабно. Это стали и, как вы сказали, управление образованием, и, по-моему, ребята, молодежный парламент, да, там все участвуют. Да, молодежный парламент очень активно. Ну, нужно об этом говорить, показывать. И, конечно, у нас хорошая молодежь. У нас очень хорошие дети, которые, я думаю, что это... А кровь у них молодая. Поэтому я думаю, что все будет очень хорошо. А скажите, а какие вот точки по донорских вот этих центрам, да, вы используете? Это пока что только город Одинцовый или имеется несколько точек по разным частям района? Нет, ну вот то, что у нас проходило, это, конечно, в Одинцово. Одинцово, да? Да, только в Одинцово. Ну, я так понимаю, что вы заранее оповещали, да, своих каких-то коллег по другим организациям, людей и так далее заранее, да, чтобы они могли приехать. Да, и на сайте нашей общественной палаты мы выставляем как бы объявления. Ну, у нас ежеквартально это проходит, поэтому кто принимает участие в этих акциях, те знают. Вот, на сайте общественной палаты можно почитать. А у меня два сына старших, они сдают кровь тоже, ну вот в Москве. Надо их тоже в Одинцово. Ну, это очень удобно. Для массовости. Ну, все равно, конечно. Это везде важно, потому что мы не знаем, где и чего с нами случится в Москве, в Одинцово или в Саратове. Поэтому эта история очень хорошая. Если это будет у нас как бы здесь начинаться в Одинцовском районе, а заканчиваться по всей России, да, это будет массово, это будет здорово. Ну что ж, давайте перейдем уже к недавним нашим праздникам, рождественским, новогодним. Целый ряд абсолютно фееричных елок прошел по нашему району для самых разных групп людей, для взрослых, для детей. Расскажите, принимала ли общественная палата участие в какой-либо из этих акций? Да, это самые такие яркие, мы считаем, очень интересные, красивые мероприятия, которые проходят в Новый год. Это у нас уже традиционно мы проводим елку для детей. Вот. В этом году елку мы полностью подготовили силами общественной палаты. И были приглашены детки из коррекционной школы, интерната поселка Старый Городок, а также были приглашены детки, трудные детки, которые стоят на учете в МВД, это по району. Это, так понимаю, то, что проходило в Горках-2. Наша съемочная группа тоже присутствовала на этом мероприятии. Уважаемые телезрители, предлагаю увидеть собственными глазами, как же все это проходило. Праздник для маленьких жителей горского поселения начался с небольшого театрального представления. Дети вместе со сказочными героями преодолевали различные препятствия, устроенные Бабой Ягой. Решив все ее загадки, ребята смогли встретиться с Дедом Морозом, который вернул им украденный Новый год. От лица всей общественной палаты хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья, счастья, побольше улыбок, ну и как-то аплодисменты с первого ряда плохо слышится. Давайте сегодня хлопать как можно громче. Спасибо вам большое. Ну а после всех ребят пригласили на праздничный концерт. Большим сюрпризом стало появление участника детского шоу «Голос» Дмитрия Устинова. Слово не будет, я освещаю темноту твоих ночей. Не перегорит, я обещаю сердце в тысячу свечей. Свои номера также представили участники различных творческих коллективов. На сцене маленькие артисты танцевали, пели и показывали акробатические номера. Самыми важными гостями этого торжества стали Дед Мороз и Снегурочка. Верить нужно всегда в Деда Мороза, потому что Дед Мороз, он волшебник, он исполняет все желания. Дед Мороз – это тот, кого верят даже взрослые. И дети. Скажи, пожалуйста. Да. Обязательно нужно верить Дед Мороза в Снегурочку, в сказку, в волшебство, в Новый год. Новый год – это один из самых ожидаемых праздников в жизни каждого из нас. Многие ждут чуда, которое изменит их жизнь. А дети, конечно же, подарков, как награду за свое хорошее поведение. Почему верить в чудо? Ну, наверное, чтобы быть самим таким самодостаточным, для того, чтобы можно было раскрыться и проявить такую творческую часть. Самые строгие зрители – это дети. Поэтому организаторам так важно, чтобы праздник понравился им. В конце представления каждый мог пообщаться с главным дедушкой страны и рассказать о своих желаниях. Я думаю, он хороший и веселый. Спасибо общественной палате за это. Публика очень благоприятна. Спасибо этим милым детишкам, которые смотрели меня и наслаждались моим выступлением. Очень хороший праздник. И я хочу, чтобы такой каждый год приходил. Я очень люблю Новый год, потому что он яркий, радостный, настоящий, красивый. Дети были так впечатлены новогодней елкой, что по окончанию праздника даже не хотели расходиться по домам. Впереди каникулы, и их ждет еще много всего интересного. Ну что же, акция выглядела действительно весьма и весьма интересным. Елена Викторовна... Да, Светослав, да. Вот продолжение. Вот скажите мне вот что. Вот у нас акция прошла, да? То есть ребятки получили какой-то там свой заряд удовольствия, позитива и подарки какие-то, да? Но ведь есть у нас ведь действительно ребята, которые, вот правильно Светлана Юрьевна говорила, когда про лыжи мечты вспоминала, да? Которые не могут встать, приехать, посетить. Получается ли как-то с ними тоже взаимодействовать? Обязательно. Обязательно. В продолжение вот этого праздника мне бы хотелось сказать, что немного позже, мы тоже нарядившись Дедом Морозом и Снегурочкой, посетили пять многодетных семей по Одинцовскому району. Но с интерактивной, с мини-интерактивной уже программой, то есть играли с детками дома. Всем деткам были вручены игрушки, сладкие подарки. Поэтому у нас нет неохваченных деток. Можно так же вот Светлана Юрьевна? Да, конечно, прошу. Я просто быстро, потому что время мало. Ну, во-первых, в этом году тоже была елка главы для детей с инвалидностью, да? Для деток, тяжелых детей, деток проявлено с инвалидностью. Это второй год уже. Это стало традицией. И я считаю, что это уникальный проект, и мне бы хотелось поблагодарить главу за это, что он это делает. Это здорово. Такого раньше не было в Одинцовском районе, когда все дети, да, вот такие особенные дети были на елке. И, конечно, общественная палата, вот именно на елке для таких детей, приняла огромное, значит, участие. И мне бы хотелось поблагодарить особенно мужчин общественной палаты, которые пришли. Потому что были дети-колясочники. И вот за то, что эти настоящие мужчины, которые туда пришли. Красивые, сильные. Сильные, красивые, добрые. Которые понимают и чувствуют боль. Вот они туда пришли к нам, и они помогали переносить этих деток. Мне бы хотелось также сказать о том, что уже так же, как елка проходит два года, второй год мы поздравляем всех детей лежачих Одинцовского района. Их около 50. Мы и наши эксперты, еще раз повторю, благотворители, подарки. Мы к ним приезжали очень трогательно. Эти детки очень рады. И в этом году мы передавали, как и в прошлом, подарок и открытку от главы района, от Андрея Робертовича. Лично подписанную открытку. Это тоже было приятно. Родители и дети. Эти детки мало что видят. Ну и последняя была акция «Поможем Дедушке Морозу». Эту акцию мы организовывали для того, чтобы было много подарков. И наша тоже, и комиссия. И мне бы хотелось поблагодарить комиссию образования, комиссию культуры, комиссию по экологии. Все наши комиссии, которые приняли такое участие огромное. И принесли нам столько подарков, столько игрушек, которые мы распределили все. Для детей и даже хватило деткам временных переселенцев с Украины. Название весьма и весьма интересное. Действительно, помогите Дедушку Морозу. Поможем Дедушке Морозу. А в чем вот суть изюминка этой акции? А изюминка была такая, что мы делали такие буклеты, там акция называется «Поможем Дедушке Морозу». И каждый мог, например, принести свою книжку, она может быть не новая. Мог купить подарок, мог купить какую-то игрушку. То есть мы предлагали что-то сделать. И поэтому все, кто что мог, все принесли. А мы уже, конечно, распределили и каждый подарок, каждая игрушка нашла своего ребенка. Это было здорово. Поэтому, ну, сейчас номер заканчиваем, но все равно не могу не поздравить. Мне так хотелось бы всех поздравить с Рождеством, с наступающим Старым Новым Годом, который буквально завтра. Пожелать всем здоровья, болящим выздоровления, пожелать всем терпения. И мне бы хотелось сказать, что мы, в принципе, все люди делимся на две категории. Вот с опытом я так поняла. Это те, которым сейчас очень плохо, и кому нужна помощь. Те, которые в трудной ситуации. И те, которым сейчас в какой-то момент хорошо, и они могут помочь. Поэтому давайте соединимся, давайте помогать друг другу, и будем неравнодушными. Огромное всем спасибо. Добро возвращаться. Все чудесно. Светлана Юрьевна, Елена Викторовна, огромное спасибо, что вы сегодня к нам приехали. Будем надеяться, что, когда в следующий раз мы встретимся, накопится еще больше совместных ваших акций, каких-то других организаций совместно с вашими мероприятиями и так далее. Мы сможем еще о многих ребятах, которым вы смогли помочь, поговорить. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о благотворительных акциях, которые Общественная палата Одинцовского района проводила за 2015 год. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните нам в течение недели. Кроме того, вы можете обратиться напрямую в Общественную палату через официальный сайт Общественной палаты или воспользовавшись формой обратной связи, которая там же и находится. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю.